Всем снова здрасте, у микрофона Пейсмейкер. Сегодня в видео по игре The Elder Scrolls Online я сделаю обзор на класс Хромовника. На наших замечательных паладинов игры Тесо, этаких воинов света, рыцарей без страза и укропа. И прежде чем мы начнем, я прошу вас подписываться на канал. Здесь уже есть много полезных видео по игре Тесо, а будет еще больше. Подписывайтесь, чтобы не пропустить их. Всем заранее огромное спасибо. Итак, поехали. Хромовник, он же Темплар, изредка Паладин. Это очень интересный класс, который входит в базовую игру и его не надо приобретать отдельно. Уникальность этого класса заключается в том, что он совершенно универсален. Он превосходно может быть как танком, так и хилом, так и дд. Если у других классов выбор роли зачастую идет с некоторыми оговорками, то тут-то все просто. Выбирай какую хочешь роль, не прогадаешь. Вот почему класс Темплара я частенько советую новичкам, которые только начинают свою игру. Пройдемся по всем вариантам сборок. Темплар Танк. Великолепный рабочий вариант. Такой танк отличное приобретение для пати. Он танкует, набрасывает щиты, бафается партийцев, подхиливает их и защищает. Что еще нужно для счастья? Танковать Хромовник будет через ветку щит и меч. С бэкбара будет раздавать дебаф через посох мороза, а также использовать в зависимости от сборки умения из трех своих классовых веток. В первую очередь, танку Хромовнику надо обратить внимание на третью ветку, исцеляющий свет. В ней есть все, чтобы самому выживать и быть полезным для пати. Второй вариант использования Темплара это в качестве хилера. Для тех, кто давно играет, не секрет, что 99% хилов в игре это Темплары. И при этом они еще и бретонцы. Их, наверное, пачками выпускают на Даггерфольском хилерском комбинате. Ну так сложилось, остается только смириться. И ничего плохого в этом, кстати, нет. У Темплара лучшие умения для отхила, чем у других классов. А бретонцы все выбирают в качестве хила, потому что у них лучше всего с маной. Чтобы просушить монопул бретона, нужно, конечно, постараться. В своей хилерской деятельности Темплар Хил используют посох восстановления и умения, связанные с ним. А также умения из трех своих веток, делая упор на третью ветку, а также на умения из ветки неустрашимых. Как собрать классического хилера, это скорее тема отдельного видео. Дайте знать в комментариях, если вам это интересно. Теперь давайте рассмотрим варианты Хромовник в качестве ДД. И тут у него тоже все хорошо. Как и положено, есть два варианта. Мана и Стам. Их так и называют Маноплар и Стамплар. Наиболее распространены Стамплары. Хотя я лично считаю, да и не я один, что моноплары тоже очень смертоносны и дамажны. Стамплары используют в качестве основного ресурса стамину, то есть выносливость. Обычно сборка строится вокруг парного или двуручного оружия на основной панели и лука на бэкбаре. Последнее время в ход пошли сборки, когда на мейнбаре висит, скажем, двуруч, а на бэкбар вешают кинжалы. Моноплары используют посохи разрушения. Используют ману как ресурс. Тут типичная магическая сборка с использованием особенностей класса и раздача люлей через посох разрушения. Давайте посмотрим, какие ветки есть у класса Хромовник. Первая ветка Копье Аэдра. Это чисто ДПС ветка с элементами контроля. Здесь нас в первую очередь интересует первое умение пробивающие удары. Первый морф, пронзающие тычки, используют стамина ДД. Это умение еще называют зубочистка. Бегаете и тыкаете своей палочкой во все, что движется, доводя всех до бездыханного состояния. Второй морф, пробивающий замах. Данный способ подойдет для мана ДД. Тоже наносит много урона и еще отхиливает вас. Наносишь урон и лечишься, что может быть лучше. Следующее умение, на которое стоит обратить внимание в первой ветке, это Осколки Копья. С помощью него мы наносим урон и раздаем синергии для восстановления ресурсов. Используют все танки, хилы и ДД. Также интересное умение Солнечный щит. Тут все ясно из названия. Защищаемся и еще и урон наносим, в зависимости от морфа. Пронзающее копье и прицельный рывок, это умение контроля, а значит их лучше использовать в ПВП. Вторая ветка хромовника Ярость Рассвета. Это большая ветка для мана ДД. Обратите внимание на шикарнейшую ульту Новая Звезда, которая в морфе еще и сильнее становится. Она наносит тонны урона. А также обратите внимание на пятое умение ветки. Мощнецкую добивалку Блистательное Разрушение. Которая наносит до 500% урона от базового по целям с половиной здоровья. Звучит очень вкусно. Третья ветка Темплара Исцеляющий Свет. Тут все понятно из названия. Ветка чисто хилерская. Все умения в ней так или иначе призваны для того, чтобы исцелять сопартийцев. Наиболее интересными умениями из этой ветки являются Ритуал Исцеления и Очищающий Ритуал. Эти оба умения мастхэв для любого хромовника хилая. Умение Средоточия Рун лечит вас, а в морфе еще и все, кто стоит на руне. Обычно это умение используют танки. Умение Восстанавливающая Аура помогает восстанавливать ресурсы. В первом морфе восполняет ману, во втором запас сил и здоровья. Вот такой у нас получился великолепный универсальный класс, который я всегда рекомендую новичкам и сам им с удовольствием играю. Так что создавайте Темпларов и спасайте Тамарель с удовольствием. Даже если он этого не хочет. Вы же паладин все-таки. Ладно, это была шутка. Всем спасибо за внимание, отличного дня, успехов в игре и до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok